У нас есть часы приема, вы будете в это время предварительного запись вам не требует. Сегодня следующая часть видео о том, как можно сфальсифицировать дело по 19.3 на простом примере. Когда человек пришел на прием к начальнику ГИБДД, который вместо того, чтобы представиться, предъявить удостоверение, так чтобы с ним можно было спокойно ознакомиться, вместо этого он стал убегать в непонятные требования. Если вы не видите у меня начальника ГИБДД, выйдите в коридор. Начальник ГИБДДД должно быть соответствующего образца, оно должно быть заверено в чайке. Я вам даю... Давайте по-другому сделаем. Я вам даю... Показывайте, предъявите удостоверение. Я вам даю 10 секунд, и выполняем мои требования. Граждане Пешаков. 10 секунд, откуда вы взяли? Я вам объявляю еще. Стали составлять другие материалы. Спустя месяц все-таки это дело появилось, потому что начальника ГИБДД надо было вывести из-под удара, потому что там применение физической силы было ничем не обосновано. Я не могу сказать, что оно и здесь было вчера. То есть, да, что оно вчера было обосновано. Совершенно нет. В коридоре, когда я вышел, я сел за стол. Ко мне подошел инспектор Сапожников, которого я в тот день даже и не видел. Я не знал, чем он будет заниматься. Я, когда сел за стол, я ожидал, что сейчас Спирин седет. Но там у них была какая-то суета. Спирин то в один кабинет зайдет, то обратно. И потом ко мне пришел Сапожников и сел. И он сел, и вот на лице у него было, ну, типа, что делать будем. Вот две жертвы мы тут сидим. Ты вот сидишь, а я буду тебе материал составлять. Поэтому я стал у него спрашивать, а что я нарушил? Он не может ничего пояснить, что я нарушил. Он же не был очевидцем. Какое требование я не исполнил? Он тоже не мог ничего пояснить. Он вчера об этом суду объяснял. Какую норму права я нарушил? Вчера вот про норму права он больше минуты думал. Он стоял и молчал. Больше минуты. Какую норму права я нарушил? Он так и не сказал. А ведь если не нарушена никакая норма права, какое же тут состав с административного правонарушения? Кроме того, вчера со слов Сапожникова он говорил, что мной были нарушены права Спирина. Но какие права он так и не указал. Сегодня Спирин говорил, что он является должностным лицом и он там проводит какие-то работы у себя, уважаемый суд. Он за это деньги получает. Это его обязанность проводить эти работы. Он не одолжение мне делать. Он обязан проводить этот прием был. Я ведь не к другу пришел, не к какой-то тетке там орехи пощелкать. Я пришел к начальнику ГИБДД, чтобы решить свои вопросы. И он обязан, в силу своих должностных обязанностей, он обязан находить контакт с людьми. В этом и состоит его работа. Не в том, чтобы организовать работу ДПС, там штрафовать кого-то на дороге. В этом, конечно, тоже. Но его функция как начальника ГИБДД – это работа с гражданами. У него так и называется в расписании, там, прием граждан. Но Спирин с этой задачей совершенно не справился. Вместо этого он устроил конфликт. В итоге, при составлении всех материалов дела, перед составлением всех материалов дела, мне ни разу не разъяснялись права, предусмотренные статьей 25.1 КАП РФ. Хотя такая обязанность у сотрудника полиции изменяется. А кроме того, у сотрудника ДПС, у ГИБДД, есть даже отдельный приказ, 664-й, где прямо четко написано, пункт, по-моему, 132-й, что при составлении, перед составлением протокола, он обязан разъяснить лицо права и обязанности. Мы не находились на дороге, никакой стрессовой ситуации не было, если не считать вот Спирина. Но Сапожников-то ведь он должностное лицо. Он сам обязан это знать. Это ведь не я должен ему рассказывать, что ты разъясни мне права. Я сижу просто и смотрю, ну да, он нарушает мои права, а что мне делать? Он нарушает мои права. Он составил весь материал, потом, вот, давайте вроде как распишитесь. Но раз мне было непонятно, я не стал расписываться. Это очевидно. Спирин неоднократно вмешивался в мой разговор с Сапожниковым. О чем Сапожников вчера говорил, что, да, перебивал Спирина. Сегодня Спирин сам говорил, что он руководил написанием, он говорил текст протокола вот этого, вот, административного правонарушения, надиктовывал. Сегодня Павел Иванович также подтверждал, что Спирин неоднократно вмешивался в разговор. Я еще могу добавить, что это вмешательство, вот это были в очень грубой форме, и я считаю, что даже некомфортной форме для самого инспектора Сапожникова. Потому что я-то, вот, я лицо постороннее в этой организации, и поэтому мне как бы видно это все очень хорошо со стороны. Когда Спирин вклинивался в разговор, Сапожникова аж передергивала, типа, ну сколько можно, но ведь он не может ему сказать, что ты отойди в сторону. Хотя я Сапожникова не раз просил, уберите Спирина, и мы с вами спокойно составим материал. Нет, Спирин сделал все, чтобы ситуация была вот такая, как бы, стрессовая. И именно из-за этой стрессовости Сапожников наделал столько ошибок в протоколе. То есть права мне не были разъяснены, протокол не был вручен. Везде написано, что от подписи отказался, хотя на самом деле я от подписи не отказывался, они сами это подтвердили. Спирин все время говорил Сапожникову, он, Меньшаков, тянет время, давай быстрее, он тянет время, скажи ему, что он тянет время, сам все подпиши. Не читай, давай быстрее. Слова Спирина при составлении протокола. При этом он процессуально, он вообще к этому не имел никакого отношения. Он нигде не обозначил. Он в данном деле, Спирин, он вообще никто, ни свидетель, никто его здесь нету в этих материалах дела. Тем не менее, он мне, как гражданину, и своему подчиненному, он мешал просто по страшной силе. Он все сделал для того, чтобы создался негатив. Я не буду говорить уже о том, что это видеозаписи, почему-то они не представили. Спирин ходил, хихивал там, ага, сейчас вот мы тут с тобой посмотрим. Как он сказал там, типа местный, местный ютюбер или что-то такое, там у него реплики такие были. Звезда ютюба, звезда местного ютюба. Да, вот такое вот, ну, зачем? Он должностное лицо, он обязан контролировать свои мысли. И даже если у него есть негатив, помни, он в первую очередь обязан исполнять свои обязанности, а не хихикать надо мной, используя свое служебное положение. Я ведь ничего ему не мог сказать. В конце, там получается у нас, что Спирин забрал лидиокамеру, он забрал лидиокамеру, Спирин, а Сапожникову сказал составить протокол. И в данный момент мы не знаем, где видеокамера. Никто не знает. Я не могу ни проверить ее, ни заснять. Сегодня у меня, если бы была видеокамера, я бы мог показать тот материал, который есть. Согласно материалам, делом, камера должна быть здесь. Я бы мог сейчас ее подключить, и мы могли посмотреть, то, что я снял. Там другой ракурс, если здесь вот в коридоре, я не знаю, на процент остается только была показывала. На моей видеокамере все было, если видеозапись не удалили. Но мы ведь не знаем, где эта видеокамера. Не знаю, я считаю, это одно из нарушений прав на защиту. Кстати, Спирин сам говорил, чтобы вы не удалили или не смонтировали. Он сегодня сам это проговорил в судебном заседании. То есть он умышленно создавал условия для того, чтобы я не мог воспользоваться правом на защиту. Он свою видеокамеру принес, видеозапись принес. А мне запрещено было этим пользоваться. Я считаю, абсолютно безосновательно. Незаконный запрет, я считаю, это нарушение моих прав на защиту. Но в связи со сказанным, я прошу уважаемый суд критически отнестись к этому протоколу. Потому что признавать меня виновным за то, что я в течение 10 секунд не изложил свои требования или вопросы, к начальнику КГБДД. Но за это еще нигде никого не привлекали. Не было такого. Такого даже штрафа-то нет. За то, что не успел изложить в течение 10 секунд какие-то свои требования. А то, что Спивен говорит, что я не вышел там в течение 10 секунд, уважаемый суд, это же не армия. Что такое 10 секунд? Это издевательство какое-то? Это даже надсмешка. Что я вот начало... Там 10 секунд сказал, завтра он скажет 3 секунды тебе на то, чтобы ты вышел из кабинета. И что теперь надо делать? Подчиняться, что ли? Я считаю, абсолютно незаконное требование было. К тому же еще и физическая сила была применена. Я прошу признать меня невиновым и прекратить производство подделок вот так вот. Все. Павел Александрович, вы самостоятельно звонили в отдел ГИБДД с целью узнать в чистое. Да, я даже могу позвонить, на телефоне могу посмотреть, то есть, на телефоне я могу сказать, во сколько я звонил. Я сам звонил. Вы в это же не сидите на конуле? Да, в среду. Потому что у меня было плано, потому что 23 февраля тут вот приближается, то есть, праздник, ну, у нас же, как мы привыкли, что люди в форме, они олицетворяют именно тех людей, которые защищают закон, защищают нас, граждан. Меня в самом, кстати, сейчас в армию служит, то есть, я хотел и об этом тоже немножко сказать, вот такой маленький эпизод сделать, да, и я записался еще к начальнику отдела полиции, и вы знаете, вот последний месяц очень много замечательных отзывов есть про осинское отдел по ГИБДД, есть замечательные ребята вот в этом ГИБДД, ролики просто про них выходили, то есть, я сам снимал, участвовал в этом, отличные парни, и я надеялся, что я их там увижу, и может быть, даже про этот ролик сделаю, что вот отличные парни в ГИБДД служит, и очень приятно было бы их поздравить, тем более, они сами знают, что про них очень много таких хороших поздоров. Скажите, как раз, какая была у вас цель приходила, для закинуться, как раз, делали гипотезы, замечательные? Ну, вот я уже пояснил, что первое, это приближается праздник, мне хотелось, с одной стороны, поздравить людей, которые, вот у меня этот список, поздравить людей, которые относятся к системе, которая обеспечивает безопасность граждан, ну, как внутри, так и внешней безопасности. Вот, сделать, может быть, такой ролик, я надеялся, что получится. Я пришел, вообще, с хорошим настроением, меня порадовал спирлинг, когда он сказал, что снимайте, я тоже поставлю свою таймеру, но то, что произошло потом, выбило меня, конечно, вообще из спирлинга, просто невероятно. И вот, у меня были такие вопросы, скажем, вот летом, у нас же ГИБДД активно страхует людей, скажем, если не пристегиваются люди ремнями безопасности, так вот, летом у меня был такой момент, когда я заснял начальника ГИБДД спирлина, он ехал в непристегнутой ремню безопасности, в этом нарушении правил 12.6. Он нарушил правила, я подал заявление в отдел полиции, но, спустя два месяца, спирлина так и не привлекли к ответственности. Так вот, я хотел спросить у него просто, не привлекли по какой причине, что эти правила в осенне действуют, или какая-то коррупционная составляющая была? Я не успел задать этот вопрос. Потом, 26 декабря в ГИБДД Осенского района рассматривалось постановление в отношении меня, которое Локтева составляла. Решение до сих пор я не получил, уже два месяца прошло, решения до сих пор нет. Решение моих норм, то есть, моих прав, я мог бы обратиться уже давно в Кореевой суд и вообще все дело прекратить. Оно уже восьмой раз потому что рассматривается феноменально. Я получил решение по постановлению Локтевой. Какое нужно? Что решение? Вот смотрите. Обжалую постановление инспектора Локтевой? Да, многократно. И это решение до сих пор? Решение начальной карты? Смотрите, уже дважды оно в Кореевом суде доходило. Потом возвращалось обратно в отдел. Снова Спилин рассматривал, потом Дьякона и вот уже поливщиков просматривал. И сейчас дела вообще нигде нет. Но самое приятное, что в базе данных и вот этот штраф куда-то уже удалился. Вот такой вот каламбур происходит. Штрафа нет у меня, а вроде постановление не отменено. Потом, значит, было у меня заявление по парковке, которое было около, на Горького 75. Я увидел патрульный автомобиль, который припаркован боком к проезжей части, не параллельно к краю проезжей части. Что меня заинтересовало в этом деле? Дело в том, что в отношении того сотрудника, который там нарушил правила движения, было подано заявление, но возбуждение дела было отказано. В это же самое время, в эти же самые дни ГИБДД активно начали штрафовать водителей, которые точно так же боком ставили машины, но у дома техники. И возникает, становится непонятно, почему заняны нельзя привлекать за парковку боком, а всех остальных водителей можно привлекать. Вы этот вопрос хотели задать? Я тоже хотел это задать, да. 30 октября Занином вам в отношении водителя было вынесено постановление, я просто оказался свидетелем, родственник мой, вот, в отношении него было вынесено постановление, прокуратура принесла протест на то постановление, а потом Занин привлекли к ответственности. И знаете, что дальше происходит? Спирин точно такими же нарушениями снова выносит постановление в отношении этого водителя и снова прокуратура отменяет его постановление. Я хотел узнать, если Занина привлекали к ответственности, то может быть и Спирина привлекут к ответственности за те же самые деяния. Просто когда сотрудников привлекают к ответственности, они начинают хоть немного в законы вникать, они читать их начинают. Кроме того, там вместе с Занин был и Адулов, который видел, что занято нарушает, но действий к нему не принял, опять же, бездействие. Я ведь, уважаемый суд, я ратуюсь за то, что если привлекают людей, простых вот граждан, то если сотрудник нарушил, то какая проблема сотрудника привлечь? Это ведь только доверие вызывает у граждан сотрудникам полиции. А вот там 30 октября очень неприятная была ситуация. Когда я обратился к сотруднику полиции, я говорю, у вас даже маятин не включены. Он тут же при мне включает, смотрит мне в глаза и говорит, у меня все работает. Я еще раз проверил, как он сказал, я еще раз проверил, еще раз нажал, у меня все работает. И действительно на него заработало это лицо. Но это очень мерзко это все выглядит, это все дискредитирование сотрудников полиции. Я понимаю, что город Осаги, она на Атшиле находится, от трассы, как бы варимся в своем соку, но она все равно из этого состояния должна выходить, подниматься надо из этого состояния. В ответе прокуратуры по делу Локтевой, которая вот она, по постановлению Локтевой, вот в ответе прокуратуры от 11 июня 2019 года прокуратура проводила опрос Спирина. Вот в этом ответе сказано, что со слов Спирина, видеозапись из материалов дела, утрачена безвозвратно, а это видеозапись, которая подтверждала мою виновность. Спирин сказал, что видеозапись утрачена. Я потребовал от прокуратуры тогда привлечь лицо, которое утратило эту видеозапись. И потом оказалось, что видеозапись нашлась. И самое страшное, знаете, что, уважаемый суд, в этом деле? Что видеозапись нашлась, и она нашлась на каком-то сотовом телефоне. У них база данных МВД хранится не на серверах МВД, а вот в Осинском ГАИ они хранят на сотовых телефонах. Вот эти сведения. Причем, это был я на приеме у начальника отдела полиции, и там был Спирин. Именно я понял, что со слов Спирина, это вся видеозапись нашлась. Я потребовал прокуратуру провести проверку и привлечь Спирина с задачей ложных показаний прокуратуре, привлечь к ответственности. Прокуратура принесла предписание такое в отдел полиции, привлечь к ответственности. Я хотел узнать как раз и об этом. А был ли Спирин привлечен к ответственности за ложные показания? Он ведь не только прокуратуре ложные показания давал, Он же еще и в суде поделал Локтевой, когда мы рассматривали. Он ведь и там говорил, что видеозапись утеряна. Я не знаю ни про какую видеозапись. А тут оказалось, что все-таки она нашлась. Вот как прижали ее, сразу видеозапись нашлась. И еще один момент я хотел задать. Но вот эти все вопросы, уважаемый суд, они как бы касаются меня-то самого, как бы очень так опосредованно. Кроме вот по Локтевой это контекст на меня, остальные это как бы по правилам, которые вообще в городе действуют. Вот и скажем вот по Занину, если он стоял на Горького, на Разина 75, теперь судья заявил, что это прилегающая территория. Так теперь у нас получается в городе, везде, где машины стоят боком, это назвать можно прилегающей территорией. Что хотели узнать с этой ситуацией? Хотел я получить разъяснение. Смотрите, если вот вдоль дороги машины же надо вдоль дороги ставить, а если ездят чуть поширее место, то их все равно надо вдоль дороги ставить. Вот если есть знак «Парковка», можно и боком повернуть, если указаны какими способами. Так вот, в суде Спирин заявлял, что это уширение проезжей части на Степана Разина 75, и там можно боком ставить, то сразу возникает ситуация, а у дома техники какая разница? Там что, не уширение проезжей части? Почему у дома техники людей штрафуют? И при такой же самой ситуации сотрудников полиции не штрафуют. Это даже не меня касалось, это людей касалось лично, многих людей. Я все это хотел выяснить. Да, вы спросили, зачем я пришел? Я и говорю, что я не просто так пришел там посидеть, как вот Спирин, это все интерпретирует, посидеть у него, удостоверение спросить. Мне даром не нужно его удостоверение. Я просто хотел удостояться, что он начальник ГАИ, он вправе и может решить эти вопросы. Ну раз он не предъявлял удостоверение, кстати, предъявить он его должен по статье 5 закона о полиции, у него есть такая обязанность, он обязан это был сделать. Без всяких там, я подумал, выкинули или еще что-то. Сказали предъявить, обязан предъявить. Все, Спирин это не выполнил. А за свои бездействия он пытается на меня переложить ответственность. И на меня оформил по 19-3. Но это тактика, я уже знаю, это уже проходили. Так, вот в своих показаниях Свидетель Спирин пояснил, что Бенди и Редак вы встречались с ним в суде, и вы были знакомы с его области. Ну, уважаемый суд, я понимаю этот вопрос. Дело в том, что закон не предусматривает такого, что если знаком, то можно не показывать. А так получится, меня инспектор остановил на дороге, я скажу, да, займ, я тебя знаю, я поехал дальше. Или, Спирин, я тебя знаю, я тебе не буду ничего показывать. Вы были знакомы с ДСД или Редактором? Нет. Судья Павлова рассматривала, она мне не показывала ДСД. Спирин опять дал ложные показания. Вот сейчас я ДСД вижу, тогда мне в судебном заседании не показывали его. И кроме того, у Спирина есть обязанность, в законе не сказано, что в течение недели, если показал, то можно не показывать. Есть обращение, все, обязан показать. Не должен даже, обязан. Он за это деньги получает, за выполнение этих обязанностей. Когда вы шли в отдел, в отдел ГИБДД, вам было известно, кто начальником является? Нет. Кто является начальником? Ну, я звонил, мне в принципе не важно было. Уже, я же поясняю, что вот я же немало назвал вот этих вот фактов, когда можно было давно уже начальника поменять на человека, который достоин действительно и повести за собой, и научить чему-то новому. Но здесь мне приходится, это я вот уже в течение года занимаюсь обучением нашего ГИБДД, немножко дело сдвигается. Но я ведь за это не получаю деньги. Я уже, я каждый раз предполагаю, что, наверное, уже поменяли. А может быть, он дела сдает, просто там находится. Я не знаю. Именно в связи с этим и есть такая обязанность в статье 5 закона о полиции. Обязан предъявить удостоверение. Обязан, если он должен ее выполнять. Обязан. Там вот нету сносов таких, что вчера было, сегодня не надо. Каждый раз обязан. Я и скажу только из требований закона. Я, Игорь Михайлович, вас имеется в том, что в законе? Нет. Я уже, воважен, с учетом, помню, что в данной ситуации, ну, эти, очевидно, что никакого нарушения нет. Я не хочу, как бы, не просить ни о чем вас, да, но ведь очевидно же, что нет никакого нарушения нет. Я был на личном приеме. Я, как гражданин, даже по 200, по статье 3 Конституции имел право контролировать эти органы. Почему нет? Просто прийти спросить, чем вы занимаетесь. Ведь эти органы содержатся на наши налоги. Не получают жалования из наших налогов. Обратная связь, она так и есть. Кроме того, статья 9 закона о полиции подразумевает, что деятель из полиции гласная. А тем более я пришел на открытый прием. Вообще никаких тут зацепок нет. Зачем можно было бы привлечь? Человек пришел на открытый прием. Ну да, а если бы я был татарин, например, я бы медленно слова его воспринимал. А если бы я был грузином, я бы медленно речь свою вел. Все, что ли? Сказал, я при все до свидания, что ли, не уложился. Невероятно просто, уважаемый суд. Это унижение невероятно. Прибал там, да, если бы было. Я прошел, да, там коридор такой сильный. Я прошел в коридор и вот около его кабинета, как он тут и был, да. Я не помню, кто его ходил, но в коридоре я его встретил, да. Я спросил, прием вы ведете? Он сказал, да. Пройдемте со мной в кабинет. Почему именно приемы обратились с таким вопросом? Мне без разницы, к кому обращаться было. Вот абсолютно без разницы. Мне надо было попасть на прием к начальнику ГИБДД. Я записался. Как вот я считаю, что я записался. Женщина мне сказала, приходите в любое время. Я же записываться надо. А она сказала, нет, не надо, в любое время приходите. Обратившись к Спирину в категории, ведет ли вам к прием? Вам было уже известно, что он начальник? Раньше он был начальником, я знаю. Но в этот момент я, конечно, не знал. Уже мы судя, я повторяюсь, это совершенно неважно. Закон не подразумевает. Был известен или не был. Спирина есть обязанность. Он, поступая на эту должность, он давал присягу исполнять законы Российской Федерации, Конституцию Российской Федерации. Статья 5 закона о полиции – это самый, что ни на есть, ближайший к нему закон. Поэтому он-то его должен знать как отчий наш. То есть его даже можно не просить в книгу заглядывать, назвать статью, и он должен ответить, что там находится. Для вас было важным вопросом приема именно к начальнику ГИБДД? Да, уважаемый суд, потому что ответ, видите, только начальник мог дать. В связи с чем вы не выяснили сначала, в том числе ГИБДД, кто именно является начальником ГИБДД? Для того, чтобы в связи с этим кабинетом, где начальник был ГИБДД? По-моему, я именно это и спросил. Потому что он меня пригласил в кабинет, там на двери написано «Начальник ГИБДД». Ну я знаю эту дверь, ничего, я с детства тут вырос. Я знаю, где эта дверь находится. Я сильно не задумывался. Он пригласил, я зашел. Я сел на стул, он говорит, присаживайтесь. Я говорю, я буду снимать. Я поставил телефон, говорит, я тоже буду снимать. Таблички что-нибудь где-то? Здесь действительно было написано, что начальник? Начальник, да-да. ГИБДД спинял? Ну как-то так, да. Но это было так мило. Я скажу, что это растопило мое сердце. Мне очень приятно было видеть такое отношение. После того, что я летом испытал, в июле месяце, когда на меня кидались, силу применяли. А здесь, да пожалуйста, снимайте, я тоже буду снимать. Ну и все. Я потом говорю, передавите удостоверение. Он раз так, оп, и убрал сразу. Это вы уже проясняли. Да. Вы спросили, успели, на корректировании еще находясь, он ли ведет прием? Он сказал, что да. Вы прошли вместе в кабинет, где было, на двери которого было написано, что начальник отдела где-то успели. Какие сомнения о том, что там вести этот начальник? Я уже сказал, что я иски... Кроме того, что вы поясняете мне за правду обязанностей начальника отдела, какие у вас оценения были? Я понял. Я сейчас поясню. Когда на меня Сапожников составлял материал, я точно так же у него попросил. Я говорю, передавите удостоверение, хочу узнать, с кем я общаюсь. Нет, нельзя, успеем. Да, я сейчас, опять же, подведу. Сапожников достал удостоверение, и он держал ровно столько, пока я все не прочитал. Я говорю, не сложно было держать? Он говорит, нет. Я говорю, а почему Спирин так не может? Ну, он заперл спокойно, убрал, я говорю, не знаю. А, Александр, ждете наоборот? Опять, в деревне. Помнишь, пожалуйста? Какие сомнения у вас были в том, что перед вами действительно начальник отдела ГИБДД? С которой обратились к ему с этой долей, именно как к начальнику, потому что сильно ведет ли именно он прием? Он это подтвердил. Вы вместе пришли в кабинет, на беде которого имеется табличка начальника отдела ГИБДД Спирин. Какие после этого сомнения, что перед вами действительно начальник отдела? Дело в том, что я всегда контролирую, с кем я встречаюсь. Я даже вот в отдел полиции приходил с Полевчиковым, общался с начальником отдела полиции Анатолий Сергеевич, я знаю. Каждый раз, когда я его не попрошу, он всегда предъявляет удостоверение. Даже вот когда я приходил на день открытых дверей, или вообще как это называется, 12 декабря, открытый прием граждан, у него не было с собой удостоверения. Он сказал, сейчас я вернусь. Он ушел, пришел обратно, раскрыл удостоверение, он держал его ровно столько, сколько мне надо было, пока я ему сказал, все, я вам, я все прочитал, спасибо. Ну вот, в этом, для нормальных сотрудников, в этом нет ни у кого проблемы, оказать удостоверение. Начальник отдела полиции. В другой раз я приходил, я снова так говорю, говорю, предъявите свое удостоверение, он уже с улыбкой говорит, ну пожалуйста, читайте, смотрите. У вас были сомнения, что вы с ним общаетесь, или вы в депрограмму заявили, что вы всегда с ним общаетесь? Я всегда контролирую, да. Сомнения, зачем мне сомневаться-то, покажу удостоверение, я буду знать, кто ты. Вот меня гаишники, то есть инспектора ДПС останавливают, они же знают, кто я. Они каждый раз просят предъявить удостоверение. Ну знают ведь, я говорю, ну тоже общаемся так, все, когда покажу, когда не покажу. Ну адекватные встречаются, ну что там смотреть в удостоверение в моем. Они все знают, что, как меня зовут, где я живу. Все знают, что у меня есть документы удостоверения. Вот, скажем так, в течение, ну вот довольно длительного времени вообще никто не останавливает. А зачем? Если я ничего не нарушаю. То есть, нету смысла, как бы вот, но когда я прохожу на прием, я должен знать, какими полномочиями обладает должностное лицо. Именно поэтому я и задаю такой вопрос. А полномоченны ли вы решать такие вопросы? Об этом я и спрашивал Скидина. А, я ведь ему сказал, я хочу встретиться с начальником ГИБДД. Вот там на видеозаписи это есть. Покажите удостоверение, я хочу знать, что вы полномоченны решать эти вопросы. Вот это мои вопросы. Никакого тут подоплеки, ничего не было. Тем более я уже сказал, что после того, как он говорит, давайте вместе будем снимать, я вообще наоборот, я был в душе, я был рад, что ситуация поменялась бы ГИБДД. Никакого совершенно не было там умысла, конфликта или еще чего-то. И все сказали, что в моих действиях не было никакой агрессии. Я спокойно разговаривал. Я вполне спокойно задавал вопросы. Причем вопросы-то все были по делу. Спивин сказал, что какие-то непонятные вопросы задавал. Но, а какой непонятный вопрос, он и так и не назвал. Я бы мог ответить, непонятный, давай разрешим этот вопрос. Я понимаю, уважаемый суд, что у вас сейчас выбор такой сложный. Но исходите из того, что ситуация в стране, она постепенно меняется. Люди становятся более грамотными. Они начинают, потому что денег меньше становится в кармане. Надо экономить. На штрафы не хочется просто так деньги тратить. Не хочется просто так сидеть где-то там в изоляторах или еще где-то. У меня, вот видите, даже я кодекс купил об системе на правонарушениях. Казалось бы, зачем он мне? Сказывается, это по составлению протокола на правонарушение. Правильно, что ты понял из пояснения вас и должностного, из ваших пояснений и пояснений должностного не так, что протокол составлялся вашим. Я сидел на стуле, рядом с Сапожниковым. Протокол заполнял Сапожников. А Спирин ему диктовал, что надо там написать. Ко мне Сапожников не обращался. То есть он не говорил, что я вот сейчас буду вот это делать и вот это. Что вы об этом скажете? Я у него неоднократно спрашивал, с чем меня обвиняют? Что я нарушил? Сапожников мне не отвечал, если вопрос об этом. То есть я сидел-то рядом, но делалось-то все без меня. То есть Спирин диктовал, Сапожников писал. Все? Меня никто не спрашивал. Тем более, когда я даже уже стал настаивать, чтобы меня спросили. Я попросил бумагу для написания ходатайств. Мне бумагу не дали. Это вы поясняли уже. То есть нарушались мои права. А как мне? Не знаю, уважаемый суд. Я считаю, что надо выходить уже из этой ситуации. Давайте по ознакомлению вас с протоколом. Вы пояснили, что вам был почерп непонятный. Сверждение протокола непонятного. Вы просили Сапожникова вам его зачитать. Он его вам зачитал? Он начинал его читать. Тут же Спирин вклинивался. И он перебивал Сапожникова. И я несколько раз говорил Сапожникову, уберите его, говорю, он в деле у нас вообще никто. Он не составляет материал, он никем не является. Уберите, мы спокойно с вами составим материал. Я говорю, я понимаю, что вы вынуждены это делать. Давайте составим уже, зачем нам нужно... Что было вам за читание? Он начинал, вот он начинал, где протокол? Можно? Это самую шапку, вот это он начинал, вот это Меншаков, тут адрес. Вот это, вот это, вот это. Потом вот до этого доходит. До чего до этого? Ну вот основная часть макивировочная, что вот так. Состоящий, так. 20.02. Вот этот вот текст. Он доходит, Спирин его перебивает. Он действительно раз за два-три, наверное, пытался вот мне прочитать. Тут не скроешь, действительно. А потом, в чём заключаются нарушения этого вывоза? Он пытался это, он доходил до этого места, Спирин его перебивал. Потом я говорю уже, давайте так сделаем. Я буду вот так вот пальцем вести, а вы читайте, чтобы я понял, где это написано. Потому что одно дело, когда на слух, я вот на слух могу много чего наговорить, и потом сказать, что это всё здесь написано. Я этой ситуации опасался, и как оказалось правильно, что я этой ситуации опасался. Права были ваши разъяснены? Статья 25.1, Курак, статья 51.1? Перед составлением протокола мне эти права не были разъяснены. В какой момент они были правы? После того, как протокол был составлен. Ещё важный момент. Если бы мне права были разъяснены перед составлением протокола, я бы заявил ходатайство, сразу же заявил ходатайство. Так, права были разъяснены после того, как протокол был составлен. Да. Было ли это после того, как вам было зачитано содержание протокола, какая-либо его часть? Он был составлен полностью. Потом мне Сапожников, читайте. Вот так вот мне её предстояло. Читайте. Я начинаю читать, я не понимаю. Я говорю, прочитайте, пожалуйста. Он начинает читать. Спирин его перебивает. Сапожников останавливается. А он потом говорит, а я вам уже прочитал. Я говорю, давайте я буду пальцем вести, вы прочитаете это. Ну вот, уважаемый суд, ну это же вот прямо по-детски так. Ничего же сложного в этом не было. Если он сам только что написал вот эти 15 слов, зачитал бы, да и всё. Всё бы было понятно. Но если бы он мне перед составлением протокола или хотя бы во время составления протокола сказал, что у меня есть право заявлять ходатайство, заявлять отводы. Конечно, может быть, я ему даже и отвод бы заявил в этой ситуации, потому что на него явно оказывалось влияние, и он этому не препятствовал. Он был покорен, был покорным исполнителем у Спирина. Он своей воли в данном случае никакой не испытывал. И кроме того, он не являлся даже свидетелем. То есть очевидцем этих событий не являлся. Мне было интересно со стороны наблюдать за ним, как человек, который про дело ничего не знает, ничего не видел, но составляет в отношении меня материал. Мерзкое чувство, конечно, да. Смотришь на человека, вроде бы он смотрит тебе в глаза, даже улыбается иногда. Он составляет материал, он обвиняет тебя в действиях, причем он даже не видел эти действия. Это ужасное состояние, с одной стороны. Слушайте, вот составление протокола, то, как его вам зачитывали, разъяснение прав, было зафиксировано вами, либо свидетелями? Вот насчет разъяснения прав, это с очень большой натяжкой. Я помню, что, ну, он зачитывал что-то, про 51-ю. Какая камера есть? На моей, на моей, на моей камере, да, на моей камере должно быть уже отсутствие. На моей камере нет. Вы можете пояснить, до какого времени производилась видеозапись на вашей камере? Моя камера ввела все. Какого времени она работала? Все, ее никто не выключал. Она работала, пока на ней аккумулятор насел. Ну, очень долго она работала. До какого времени? До того, как было? Я не знаю. Вот в тот момент, когда у меня спирин забрал, она в этот момент работала. Она еще лежала какое-то время на столе, мне запрещали ее поставить нормально на ножки. Она еще работала, это было. Но то, что мы сегодня посмотрели на видеозаписи, там, в фиксированный момент, как вы спирин берете видеокамеру со стола, это еще было до составляния протокола? Нет, протокол уже составлялся в этот момент. Да, он уже составлялся. Он вам был уже зачитан? Нет, нет. То есть, меня интересует, зафиксировано ли на вашу видеокамеру то, как Сабоженко вам зачитывал протокол? Заснял права. Вот это я не могу, то я вот это не могу точно сказать. Или камеру уже забрали у меня, то есть, объектив на другую сторону был повернут. Ну, я не знаю, было это или не было. Ну, я не знаю, как-то что я могу сказать. Ну, если бы была видеокамера, конечно, мы бы сейчас посмотрели, да и все. То есть, найти этот эпизод несложно. Кобылов присутствовал, блядя? Да, он присутствовал. Он присвоил видеозапись? Да, Павел Иванович, мы слышали. Павел Иванович, вот сегодня показания ссылались на видеозапись, полностью ее, может быть, огласили. У вас имеется ли видеозапись? Вы можете ее представить? Да. До какого времени вы произвели видеозапись? А с момента перебитья и до момента момента, когда Павла Александровича вывели в видеозапись? Саживайтесь. Уважаемый суд, я еще хочу... Павел Александрович, имеется на руках вот копии протоколов, я вижу вас на стрелянике. Это копии протоколов об институте на правонарушение, обезьянье, по сравнению от настоящего дела? Да. Эти копии я получил в отделе полиции уже, когда тут все уже, на меня все материалы оформили, полностью уже с меня сняли и шнурки, и ремень вытащили, все. Сказали, пойдем, дали мне вот это вот, и все, вот так я и получил. Везде написано, что я отказался от подписей, от получения копии, хотя я на самом деле не отказывался. Это ложные сведения, которые указаны в протоколе. Ну, в принципе, это подтверждал и Спирин, и сапожник подтверждал, что я не отказывался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok